С премиальной картой Мастеркард. Мой уикенд всегда на высшем уровне. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. По математике у тебя неплохо было вообще. Всем привет, с вами Слава Орел Решка и я вот с этим чудом в футболке с моей фотографией. Прилетели куда? В Малайзию! Ребята, Малайзия – это классная страна, я уверен, страна, в которой есть два курорта, собственно Сан-Пенанг и еще один есть курорт Петюню. Молодец, но радость в сторону, значит тот, кто 100 баксов здесь, а у кого будет безлимитная карточка, то туда. То есть я улетаю, все понятно. Ну давай формальности надо соблюдать. Давай, да. Орел. Решка. Ну-ну. Ну давай, Андрюш. Все, видишь, посмотрела. На, вот, бери. Рюкзак тебе. Монетку я заберу в лоб тебя. Поцелую. Как ты вкусно пахнешь. Конечно. Котлеты жарила. Ела. Ну пока. Реально ведь монетку зажлобил. Малайзия – жаркая тропическая страна. Находится между Индонезией, Таиландом и Сингапуром. В ее состав входит 878 островов. Самые популярные из них – Пенанг и Лангкави. Их мы и будем сегодня исследовать. Путешествие по новой стране для иностранного туриста начинается с обмена денег. За 100 долларов я получила 392 малазийских рингита. Ну что, погнали в пляс. Попридержите коней. Добраться до города можно несколькими способами. Можно сесть в такси, арендовать мопед. Я же выберу проверенный способ – автобус. Дешево и сердито. Слушайте, с виду такой приличненький, хорошенький автобус. И проезд всего доллар. Ну, трогайте. Самый быстрый и самый комфортный способ добраться до Лангкави – это, конечно же, вертолет. Но деньги не всегда все решают. Ребятки, вот это у меня, конечно, такой первый раз. Заказал себе вертолет на вертолете, чтобы лететь. Уже все, иду туда, звонок. Извините, мистер Бедняков. Короче, в общем, у них там какие-то ямы воздушные, не та погода, вертолеты тут не летают. Поэтому я сейчас срочно сажусь в первый попавшийся самолет на первый же рейс туда, на остров, чтобы не терять ни минуты времени. Благо самолеты с острова Пинанг на остров Лангкави летают ежедневно. Есть люди, которые с корабля на бал, а я прямо с самолета на самолет. А пока Андрей только летит, я уже добралась до города Джорджтаун, столицы Пинанга. Первым делом я решила начать знакомиться с городом с высоты птичьего полета. Это, конечно, не самолет, но очень популярная видовая площадка. Пинанг-хилл – это самая высокая гора на острове. Целых 833 метра. Неудивительно, что на ее вершине сделали смотровую. Вид просто обалденный. А знаете, что самое прекрасное в этом виде? То, что открываются не только черты города. Здесь мы можем наблюдать прекрасные ландшафты, в которых он утопает. А они утопают в густых лесах. Тут же и горы, тут же и пролив, тут же облачка над этим всем мероприятием. В общем, сплошные чудеса, друзья. Обалденно. Когда-то остров Пинанг был поросший джунглями глухоманью. Пока его не заприметили англичане. Построили порт, нашли олово и стали развивать туризм. Со временем на остров начали съезжаться жить и работать люди со всего мира. Но больше всего из Китая. И вот их совместными усилиями остров Пинанг превратился в развитый современный курорт. Такое ощущение, что вот просто все намешали в одну кучу. Это какой-то микс салатов. Вот идешь и местами напоминает Африку. Ну что-то типа Занзибара, где вот такие же пошарпанные здания. Где-то Китай. Ну в Китае, наверное, больше. Какой-то Пекин, знаете. Где-то вообще то ли в Индии. Очень смешано, очень колоритно и очень жарко. Главные достопримечательности Джорджтауна наглядно подтверждают историю острова. Вот английское наследие. Форт Корнуолис. Построен более двухсот лет назад, как защита от малазийцев. Вследствие чего все малазийцы хорошо говорят на английском, что безусловно радует всех туристов, в том числе и меня. А вот китайское наследие. Голубой дом. Его в прошлом веке построил себе очень богатый китайский торговец. Странно, что этот дом носит название как голубой, потому что если меня не подводит моя интуиция, то он синий больше, чем голубой. Выглядит, кстати, очень красиво, очень колоритно. А вот современное наследие города. Классно? Друзья, это не просто рисунок. У этого рисунка есть история. Точнее, у многих рисунков этого города есть история. А история такая. Один литовский художник, отдыхавший на Пенанге, решил ночью заняться творческим вандализмом и разрисовал несколько городских стен. Местные власти решили отыскать художника. Но не для того, чтобы наказать. А чтобы попросить сделать еще несколько рисунков. Так они всем понравились. Ну давай, Санька, немножко креативных фотографий в нашей жизни. А чего ты так смотришь? Да, я поправилась на два килограмма. Да, я тяжелее, чем обещала. Ну извините, женщины вообще не постоянные существа, знаете ли. Более того, власти даже сделали специальную карту для туристов, где обозначили места расположения всех рисунков. Единственное, что было против этих рисунков, это погодные условия. Как вы можете видеть, конечно, со временем все ломается, стирается, ржавеет. Как прям Андрюшка Бедняков. Если вы точно знаете, что хотите купить, но не знаете где, советую заходить на сайт Е-каталог, там вы можете выбрать и купить все, что угодно. Просто указываете товар, фильтруете по параметрам, читаете характеристики и отзывы. И вот куча предложений от магазинов по любой ценовой категории. Полчаса в небе и я на Лангкаве. Прилетев сюда, непосредственно уже на остров Лангкаве, я взял себе небольшой беленький внедорожник, на котором мне будет очень удобно передвигаться по острову. Land Rover Discovery – самая дорогая тачка, которая была в местном рентале. Ездит шустро, выглядит стильно и обойдется мне 400 долларов за уикенд. В общем, самое то, чтобы осмотреть достопримечательности тропического острова. Лангкаве с малайского переводится как «коричневый орел». Эти пернатые были первыми жителями острова, поэтому и стали его символом. А вот она достопримечательность номер два. Мечеть Аль-Хана – это самая большая мечеть в городе. Главная религия в Малайзии – ислам. Поэтому мечети здесь повсюду. И выглядят они прямо как восточные дворцы сказки. Третья достопримечательность – это торговый центр. А все потому, что круглый год на Лангкаве стоит невыносимая жара. И торговый центр с кондиционерами – одно из немногих мест, где от нее можно спастись. Четвертая достопримечательность – это моя машина. Потому что тут тоже есть кондиционер и мне не нужно никуда из нее выходить. Хотя нет, все-таки нужно. Чтобы посмотреть на главную достопримечательность Лангкаве – мавзолей принцессы Махсури. Вот здесь, видите, находится могила этой принцессы, я так понимаю. Собственно, сама легенда. Рассказываю, как было дело. Когда-то давно местную принцессу жители обвинили в измене мужу и приговорили ее к смерти. И уже будучи с кинжалом в груди, она прокляла всех жителей на семь поколений вперед. И в этот момент у нее потекла белая кровь. Признак невиновности. И на протяжении двухсот лет здесь на острове были сумасшедшие войны, борьба, столкновения. Но когда проклятие закончилось, сюда снова потянулись туристы. Такие, как я. С тех самых пор местные боятся принцессу. И каждый считает своим долгом прийти к ее могиле и выразить уважение. Дабы беды снова не вернулись на остров. Много людей сюда приходит. Видите? Я вот стою, они так меняются, меняются. Новые партии, новые заходят, смотрят. Хотя по большому счету тут особо и смотреть не на что. Маленькая территория здесь, собственно, само захоронение, надгробная плита и все. И продают тут же содовую и какие-то сувениры. Кроме достопримечательностей в Джорджтауне есть и экстремальные развлечения. Башня Камтар. Между прочим, самая высокая на острове. И где-то там, на самом верху, находится парочка ядреных аттракционов, к которым мы сейчас с вами и направимся. Обожаю аттракционы, обожаю высокие башни и обожаю, когда страшно. Башня Камтар. Это огромный небоскреб на шестьдесят пятом этаже, которого соорудили специальную платформу. По которой можно пройтись над пропастью глубиной 239 метров. Да ну, у меня был один раз опыт такой, по-моему, в Китае. Слушайте, отстаньте, я боюсь высоты. Я попробовала, что это такое. Мне это не понравилось. Мне бы сил хватило бы народа, а вы еще забираете мою последнюю энергию. Но долг ведущий, черт побери, обязывает. Ладно, надо расслабиться. Техника морпехов. На четыре вдох, на четыре выдох. Здорово, что у меня такая работа, которая предоставляет мне возможность участвовать в челленджах. Запомните человечка в не истеричном состоянии, без употребления матных слов и записки с увольнением с работы. Пора. Я сразу говорю, я сейчас вернусь. Ладно бы тут 5 метров пройти, но там… Тупо вокруг всей высотки. То есть это не разовое падение. Когда упал, обосрался, все, закончилось. Просто конкретно я просто обсирала на протяжении 10 минут. Я просто буду умирать и воскресать. Умирать и воскресать. Терять сознание, просто потом проходить. Я же какого-то терять сознание. Будем до вечера снимать. Пока меня какие-то силовики там не оттащат. Уже в полном бессознательном состоянии. Ну это классно. Какие эмоции? Супер, обожаю. На Лангкаве тоже есть экстремальные развлечения. На одно из таких я сейчас и отправлюсь. Обязательная программа для любого туриста, который посещает этот остров – это, конечно же, покататься на лодке. Но если все туристы будут кататься вот так вот, ютиться, тереться друг от друга в одной лодочке, то для человека с безлимитной картой будет отдельная лодка. Оказалось, что Лангкаве – это не только один остров, а целый архипелаг, который состоит из 104 маленьких изумрудных островков. Вот, посмотрите. Кажется, как будто мы на большой сцене, где выстроены декорации. Вы знаете, когда передний план, задний и так далее. Вот так вот все. Какой-то мюзикл. Большой мюзикл на воде. Но фишка этого тура не созерцание местных красот, а самая настоящая гонка. Гонка на выживание, не побоюсь этого слова. Прут, прут, эти лодки друг друга обгоняют. Мне вообще напоминает вот эта вот покатушка на этих лодках. Как в городах водитель маршрута. Им нужно друг друга обгонять, подрезать, чтобы забрать пассажиров быстрее. Вот такая же схема здесь. Ребята, мой вам совет. Вот если будете кататься на этой лодке, не садитесь вперед. Ну или под свою пятую точку подкладываете что-то, какую-то металлическую пластину. Потому что, мне кажется, еще минутки-полторы и моя пятая точка сама превратится в металлическую пластину. Давай, давай, давай. Ребята, дышите нашей пылью. Они вырвались, капитан. Они вырвались. И мои сейчас все внутренности вырвутся. С такой скоростью мы едем. Так, сейчас мы их сделаем. Да, да, Кэп, молодец, красава, мы их сделали. Радуюсь, реально как мальчишка. Крутяк. Очень здорово, аттракцион классный. Подо мной 239 метров. Это же так долго можно лететь. Я стараюсь вниз не смотреть, дорогие друзья, но, к сожалению, все видно в отражении и я понимаю на какой я высоте. Я в шоке, честно, если сейчас вот по мне не скажешь, да, и вот я не теряю сознание, но я вам скажу так, если честно, у меня просто вот такой жим-жим, мама не горюй, я вспотела. Но пройтись по узенькой платформе – это еще цветочки. На протяжении всего пути организаторы аттракциона понаставляли для туристов своего рода точки испытания. Итак, испытание первое – фото над пропастью. До свидания. Не-не-не, это не для меня. Так достаточно? Я думаю, я разворачиваться не буду. Пойдемте дальше быстренько. Испытание второе – пройтись по мостику над пропастью. Класс. Ой, блядь, не, я туда не пойду. Это как странно. Не-не-не-не-не. Пошли-пошли, нет-нет, никаких фото, нет никаких фото. Пошли, пошли, гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Сейчас сознание потеряю. Гоу-гоу-гоу. Когда там уже конец? Могла бы сейчас с картой пить шампусик где-нибудь там на островах, но нет же ж. Все весело. Саш, пусти. Испытание третье – посидеть на кресле над пропастью. Испытание четвертое. Сделать фоточку на ступеньке над пропастью. Гуд бай ма лавер, гуд бай ма бай. И наконец, последнее испытание. Что? Никаких флайн? Нет! Зиплайн над пропастью. Кроме гонки на лодках, в мой тур входит еще одно развлечение – кормление орлов. Тех самых, которые считаются символом лангкави. Очень красивые птицы. Видите, вот у них рыжие такие крылья. Это отчетливо видно, когда они спускаются вниз. Вот у них сверху рыжие-рыжие. Красивые крылья. Ням-ням-ням! Я бы сам сейчас такое влупил бы. Вот казалось бы, да, ничего особенного. Ну покормил птичек и все. Но впечатлений на целый день. Летс гоу, Кэп! Нет! Я сознание потеряю, пока лечу. Ну и вот нафиг, друзья. Понятно, что как ведущая мне очень важно вам рассказать и показать. Но с учетом того, что я до смерти боюсь высоты, ребят, это, конечно, для любителей. Приезжайте, пробуйте, а я найду, где здесь продается водка. Завершает мой лодочный тур еще одно развлечение – посещение острова беременной девы. Посмотрите, очень действительно похоже. Вот лицо, грудь, живот. Правда, вот как беременная женщина лежит на спине. Но название остров получил не только из-за своего вида, а и благодаря озеру, которое находится внутри острова. Помимо того, что озеро имеет пресную воду, озеро еще имеет и свою легенду. Когда-то давно местная малайзийская принцесса родила своего возлюбленного сына. Но, к сожалению, сын через 7 дней умер. Затем он превратился в белого крокодила и стал жить в этом озере. Сама мать начала молиться небесам для того, чтобы это озеро помогало всем женщинам, которые хотят иметь детей. С тех пор сюда приезжает огромное количество малайзийских девушек для того, чтобы у них получилось забеременеть, и у них появились дети. Так, ну красивая легенда, красивое озеро, красивый ведущий. Все, пазл сошелся, можем спокойно уезжать. Тем более туристов становится с каждой секунды все больше и больше. И, возможно, кто-то отберет у меня титул самого красивого ведущего. В Пенанге можно найти жилье на любой вкус и цвет. Я выбрала гостевой дом, который находится прямо в центре города. И, кстати, небольшая интересность этому дому почти сто лет. Я надеюсь, номера там все-таки свежее, чем возраст этого дома. Буквально несколько лет назад это старинное здание отреставрировали и постарались как-то осовременить. Результат налицо. Слушайте, классно. Такое творческое пространство. Я как молодой хипстер такое обожаю. Отдельный номер здесь стоит 25 долларов, а койка места – 7. Его и возьму. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, поскольку здесь очень много туристов уже отдыхает, экспрессии будет давать по минимуму. Классненько. Металлическая кровать, которая практически скрипит. Чистенькие. Постыни, подушечка. Окно, полотенчик и теплый плед. По-моему, жизнь до нас. Всего за 7 долларов. Но главная фишка этого гестхауса не только в доступной цене. Можно брать маркер, рисовать или фломастер и рисовать на стенах все, что вздумается. Ну класс. Так как боженька наградила меня только идеальной фигурой и потрясающим интеллектом, к сожалению, потрясающие рисованные способности я проявить не смогу, но оставлю маленькую приятность, которую вы сможете потом найти и зачеркнуть. Красавица, 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 красавица. Здесь давай знак вопроса, типа мы сомневались. Мы просто красавица и тупица. Тупица. Ой, любовь всем в этом чатике. Ничто не забыт, никто не забыт, ничто не забыто. Как я уже говорил, Лангкави – остров для отдыха богачей. И здесь полно первоклассных отелей, но я выбрал самый дорогой. Здравствуйте. Four Seasons Resort Лангкави – это огромный комплекс, на территории которого находятся виллы, рестораны, спа-центры. И все это среди первозданной тропической природы – на берегу Андаманского моря. А жить я буду в самой шикарной уединенной вилле, которая состоит из трех домов и стоит 6 тысяч долларов в сутки. Дом первый. Гостиная с кухней и открытой террасой. Сел вот так, отчаешься спокойно. Мне еще надо плед, сигару, трех охранников сзади и миллиард долларов, чтобы чувствовать себя настоящим крестным отцом. И вот это ты посмел прийти сюда ко мне в день свадьбы моей дочери. Дом второй. Гостевая спальня с ванной. Да, вы обратили внимание, она со всех сторон стеклянная и поэтому вот этот вот уют здесь. Прям очень здорово, классно. И наконец третий дом – основная спальня. Ребята, я просто в раю, ущипните меня. Ооо, это просто императорские хоромы. В дополнение большущая туалетная комната, огромная душевая комната и мраморная ванна джакузи. Как классно, когда есть бабки и ты можешь вот так вот их и жить где хочешь. Ребята, я не хочу, чтобы этот сезон останавливался. Пожалуйста, продлите его еще на 5 выпусков. Ну и наконец, самый главный бонус моей виллы – огромный пустынный личный пляж. Ух! А? Красиво? Сам себе завидую. Посмотрите на эти горы, которые у тебя по фону. Это же просто здорово, ребята. Ай! Глянь, какая скала еще у меня есть за моей виллой. Орел парит вам наверху. Здорово. Спасибо. Если вы до сих пор не познали все прелести бесконтактной оплаты, рассказываю. Это максимально быстро и, что самое главное, безопасно. Карта всегда будет в ваших руках. Вечер. Жара спала. Аппетит проснулся. Куда еще отправиться бюджетному туристу, как не на рынок? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ночные рынки еды – здешняя фишка. С давних времен местные любили собраться после работы в одном месте – отдохнуть и вкусно покушать. Ассортимент здесь обалденный. Цены доступные. А кухня за свой вкус и разнообразность частенько признавалась лучшей во всей Азии. Вы знаете, понаблюдать за тем, как женщина это готовит. В принципе, все довольно-таки чистенько на рабочем месте у нее. Я сегодня решила познакомиться с коронным местным блюдом – ассом лакса. Это что-то вроде азиатской похлебки. Рисовая лапша. Много зелени, лук, мята, ананас, бульон и куриное яйцо. Вы, наверное, удивитесь, друзья, но несмотря на странный состав и вообще визуально то, как это блюдо выглядит, оно вошло в список самых вкуснейших блюд по версии Сененен тревел. Сененен. Сененен. Я кроме «Орел и решки» ничего не смотрю, поэтому не знаю. В общем, нужно пробовать. Такой, знаете, очень напоминает реально гуляш такой, бульон говяжий, наваристый. Но острота перебивает все. Я прям чувствую, как у меня все бактерии уничтожаются. Как они это едят на постоянной основе, не понимаю. Оно сытное, вкусное, что уж греха отойти. Просто для меня немножко остренько. А так, друзья, определенно стоит попробовать. Ой, я побежала, а то, кстати, дождь начинается. Я сейчас не шучу. Ооо, смотри, как прикольно, да? Вот это технологии. Я балдю. Ты что, с ума сошел? Иди отсюда, блин. Орел и решка, вечно. Спокойной ночи, Олег. До свидания. Выставляешь вечно на меня идиотов. И вам, дорогие зрители, спокойной ночи. Ой, ребята, эта жара просто забирает все силы. Я, наверное, вам здесь пожелаю спокойной ночи. Я все-таки не одна живу, там людей много некрасиво будет. Поэтому всем сладких снов, лавки в этом чатике. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Долго ты спишь? Всем доброе утро! Я сам от себя такого не ожидал, ребята. Очень рано встал. Видите, что сделал, вытянул кресло. Просто не хотелось терять ни минуты. Это же так классно. Я думаю, вы меня понимаете. Всем доброе утро. Оно действительно обалденное. А ты очень долго. Аж подавился. А ты меня сглазил. Сейчас я вам подскажу, как быстро выбрать наушники. Советую сразу заходить на Е-каталог. И через расширенный поиск посмотреть все предложения на рынке. Это очень удобно, так как на одном сайте можно сравнить несколько моделей и увидеть, в каком магазине самая выгодная цена. Свое утро я решила начать с водных процедур. Ну что, мои дорогие любители активного образа жизни? Готовы к экстриму адреналину и драйву? Нет? А вот я готова. Поэтому прямо сейчас я отправляюсь на самую длинную водяную горку в мире. Аж заплевал экран. Я пришла в парк водных развлечений Пенанг эскейп-парк. Главная гордость которого – горка длиною в рекордных 1111 метров. Ну что, погнали? Блин, прикольно. Ребята, посмотрите, мы просто летим в джунглях. И очень здорово, что ты проезжаешь просто в лесу между деревьев. То есть ты от самой верхушки движешься вглубь леса. Очень круто. Но тут меня ждало разочарование. Самая длинная водная горка в мире оказалась и самой скучной. Короче, метров через 400 уже не хватает какого-то экшена. Оно прикольно, первые метров 200 ты в восхищении. И хочется уже какой-то остринки. Что-то там у тебя подбрасывало, крутило. Но нет, друзья. Весь маршрут вы будете просто в расслабленном состоянии плыть к своей цели. А все дело в том, что эта горка изначально задумывалась просто как самая длинная. А про скорость, экстрим и адреналин даже никто и не думал. Слушайте, ну прикольная история на самом деле. То, что ты едешь целый километр, оно все такое на релаксе, наслаждаешься зеленушечкой. Но все-таки хочется экшена. Но я поставила галочку. Самая длинная водная горка в моей жизни случилась и это было просто прекрасно. А теперь конкурс мой крыхман. Кроме природных красот и пляжей, Малайзия славится своими животными. Посмотреть на которых можно в местном парке дикой природы. Животных здесь более 150 видов. И главная особенность парка в том, что всех можно покормить. Ну а начну я, пожалуй, с одного из самых страшных, больших и древних хищников нашей планеты. С крокодила. Да, это когда клюет рыба, даже самый большой карп, это не сравнится с тем, когда такой крокодил тащит веревку на себя. А все, тут нету ничего. Вот смотри, тут больше ничего нет. Нету здесь ничего. Капец он здоровый. Просто перекусит вас за считанные секунды. Вообще здесь, в Малайзии, новостные сводки а-ля крокодил напал на человека, крокодил съел старика. Это в порядке вещей, чтобы вы понимали. Это вот как у нас, например, сегодня пробки или сегодня ожидается снегопад. Вот точно так же. А вот одна из самых уникальных птиц на земле – казуар. В 2004 году книга рекордов Гиннесса назвала ее самой опасной птицей. А все почему. Вот посмотрите на вот эти штыречки, которые торчат. Это ее ручки. И если она вот этими ручками, лапками, крылышками тебя проткнет, то она залезет сюда, а вылезет отсюда. Из-за своего агрессивного нрава казуара редко можно встретить в зоопарках. А в живой природе эта птица обитает только в Австралии и Папуа-Новой Гвинеи. Сейчас этих животных осталось очень мало. А все потому, что долгое время они были дорогой валютой у островитян аборигенов. За одного казуара давали аж шесть свиней. Это какая-то примесь петуха и индюка. Причем она вторая по величине в мире после страуса. Такая очень грубая шерсть. Жесткая. Это не шерсть, это перья. Очень жесткие. Прям вот как, знаете, очень большая щетина, очень длинная. Ох, такая мягкая. Мягкая. Потому что кажется, когда вот ты ее видишь, что это все чуть ли не резиновое. А оно такое очень-очень приятное. Вот похоже на змею. А это можно? Все, не нравится, не нравится. Это пластмассовый такой хохолок, держи. Видно, что ей некомфортно, ей это не нравится, понятное дело. Она очень переживает и волнуется. Я не знаю, она это или он, но это птица. Ну и напоследок я оставил самое страшное животное на десерт. Па-бам, мышиный олень. Фух, чуть руку не откусил. Мышиный олень – самая маленькая парнокопытная на планете. Его максимальная длина всего 55 сантиметров. В Малайзии он считается символом хитрости, ну как у нас лисица. А единственная опасность, которую этот зверь представляет – потеря речи у туристов от умиления. Контакт налажен. Я и мышиный олень. Ну что ж, это был хороший экспириенс. Смотри в камеру, как с Ивлеевой тоже. Я смотрю, Анна, можем уходить. Идем? Ну пойдем. Ох, как пахнет у тебя прекрасно. Я тоже решила посмотреть на местных уникальных животных. Для этого прыгнула в лодку и отправилась на остров Орангутангов. Специальный заповедник, где живут исключительно эти человекообразные обезьяны. Что ж, I'm ready. Орангутанги считаются самыми умными существами на Земле после человека. В их арсенале более 60 жестов. И это одни из немногих животных, которые способны узнавать себя в зеркале. В переводе с малайского орангутанг переводится как лесной человек. И очень долгое время местные жители думали, что это люди, которые прячутся в лесу, просто они дикие и делают это для того, чтобы не работать. Боже, какие они смешные. Они настолько умилительные, что даже когда орангутанг падает, все туристы такие оооо. А представьте, было бы наоборот, и вот люди были бы за клеткой, а орангутанги бы ходили на экскурсию и смотрели на людей. И пьяный такой человечек просто идет и злорка упал в траву и орангутанги. Такие оооо, он такой милый. Музыка. Музыка. Такие все такие типа оооо. Я как бы тоже так умею. Почему тишина? Почему меня никто не фотографирует, туристы? Давайте иметь мандаринку, я тоже буду кушать, я люблю кушать, я много ем. Может, вы еще вайны начнете снимать? Держи, когда будет дождь, возьмешь и накроешься листом. Потом все умилятся, поставят тебе много лайков и вообще будут думать, что это самая большая червашка на свете. Под конец своего уикенда я решил увидеть одну из самых известных достопримечательностей Лангкави и всей Малайзии. Небесный мост. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, какая очередь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, а где вип-вход? Мост находится высоко в горах, и добраться к нему можно с помощью вот такого вагончика. Канатная дорога, которая идет туда наверх, она считается самой крутой в мире. Ну крутой не от слова крутизна, класс, бомба. Нет, а из-за того, что угол наклона у нее 42 градуса, поэтому она считается самой крутой в мире. Ох, а вот и он. Самый высокий одноопорный мост в мире. Скай-бридж или небесный мост – это поистине удивительное сооружение. Он разлегся между гор на высоте 700 метров и держит его всего одна опора и 8 тросов. Выглядит, конечно, это кинематографично. Смотрите, да? Он, по сути, прям над пропастью. Ну чтобы вы понимали, вот я сейчас иду по этому мосту и чувствуется, как он вот так вот ходит. Даже такая махина, она шатается от ветра. Чувствуются эти колебания, прям как колебания курса доллара у нас, вот один в один. Ну вид отсюда открывается действительно очень крутой. Зелень такая густая и вода. Круто. Я прям завидую Малайзию, что у них есть такая достопримечательность. Вообще, мне кажется, у каждой страны должно быть что-то наподобие такого вот эпичного. Куда заходишь и у тебя захватывает дух. Вот взяли и соединили две скалы с помощью такого классного массивного железного моста. Прекрасное завершение малайзийского уикенда. Я бы даже сказал, прекрасный файл в мою папку под названием Малайзия. Моя флешка заполнена. Ну что, друзьяшки, это, пожалуй, единственный случай, когда выходят ночью под мостом из-за угла не отбирать деньги, а наоборот давать. Орел и решка прячут очередные собаки. А спрятаны они в Малайзии, на острове Лангкаби, под каменным мостом переездом на дороге Джалан-Улу-Милака. Удачи! Я пошел, то мой оператор сейчас помнит детство, даст мне по голове и заберет телефон. Пинанг и Лангкаби – это как Орел и решка. Независимо от того, какой из островов вам выпадет… Впечатлений хватит на весь уикенд. Захватывает дух. Сплошные чудеса. Поехали. Из корабля на бал. Не-не-не. Давай-давай-давай. Попридержите коней. Ах ты. Ням-ням-ням. Я такое обожаю. Я как бы тоже так умею. Сам себе завидую. Хочется экшен. Ай-яй-яй-яй. А чего ты так смотришь? Я смотрю, Аннань. Тупица. Прекрасное завершение малайзийского уикенда. Я бы даже сказал, прекрасный файл в мою папку под названием Малайзия. Ах, слава богу, слава богу, сейчас не так жарко, друзья. Это просто невыносимо. Мне кажется, я должна была похудеть из-за этого, но я не похудела. Не подскажете, как пройти в библиотеку? Нет здесь библиотеки. Как это? Вы так похожи на библиотекаря, как у нас в городе в моем. Тоже вот футболка и… Шутки закончились, да? Шутки закончились, да. Еще во втором выпуске. Ты знаешь, очень классно. Я не ожидал, что ты первая у меня спросишь. Ты же девочка. Ну ладно, я расскажу. Мой классный уикенд. У меня был классный остров. У меня было три дома и жара. Я сижу на кресле-качалке возле бассейна. Жару хорошо переносил, да? Да, да. И думал, ну как же там вот это делать? А я тебе скажу как. Это было просто невыносимо. Несмотря на то, что здесь действительно есть колорит. Здесь есть на что посмотреть. Здесь смешанная архитектура, смешанные национальности. Можно сказать, я посмотрела всю Азию. Но из-за этой невыносимой жары просто катастрофически сложно настроиться на комфортный какой-то уикенд. У меня есть небольшой выпендреж. Андрюха, ты обалдеешь, когда посмотришь программу. Потому что я, как смельчак, как человечек, который ничего не боится, поборола свои страхи. И, можно сказать, сделала тебя просто на два года вперед. А еще я видела арангутанга, которые вторые после человека. Короче, посмотришь программу, все узнаешь. Что ты вообще до меня докопался? Увидимся в своем следующем городе. Стоит с претензией во взгляде, рассказывает. Слушай, что у меня было? Я же тебе не рассказал. Мне не интересно вообще ничего в этой жизни. Да, здесь намешано национальности. Они как киевский политехнический университет. То же самое, и китайцы, и тайцы.